здравствуйте мои подписчики и гости канала сегодня предлагаю вашему вниманию отзыв и обзор на мцире михаила лермонтова конечно мы помним это произведение еще со времен школьной программы когда нам задавали учить отрывок про бой с барсом и возможно для многих из вас именно этим отрывком запомнилось это произведение а действие этого произведения происходит в древней столице грузии мацхете в мацхете стоит на горах монастырь как пишет сам лермонтов там где сливаясь и шумят обнявшись крепче двух сестер струи арагвы и куры был монастырь возможно я где-то напутал цитате и мимо этого монастыря едет русский генерал он везет пленного пацана а тот заболел и он оставляет этого пацана христианским монахом они воспитывают его в духе христианских традиций и вот подходит время этот мальчик вырастает и готов принять постриг монашеский а к нему входит в его келью а его нет он сбежал он был настолько свободолюбив как горный житель жители гор что он пошел странствовать он хотел уйти там где закат там где горы там где ему будет хорошо свободолюбивый человек но сделав круг он возвращается израненный изможденный и падает без сил недалеко от входа в этот же самый монастырь где его находят монахи и за несколько дней пока они его пытаются выходить этого скажем так парня уже он им рассказывает свою историю как он странствовал кого он повстречал про бой с барсом и так далее вот это произведение михаила юрьевича лермонтова она навеяна его кавказскими годами жизни когда он был на кавказе когда он жил там воевал на кавказе и он взял в это произведение чтобы и показал в нем именно свободолюбивость горных жителей жителей гор вот именно вот эти два параграфа 17 18 отличаются по ритмическому рисунку если предыдущий текст последующий текст они более плавные как река то вот эти два абзаца два параграфа 17 18 отличаются тем что в них ритмическая структура меняется она становится более быстрый как будто бьют барабаны зовя в бой это и понятно иначе было бы не показать скоротечность этой схватки вы можете найти много других отзывов обзоров разборов этого произведения в интернете я посчитал что нет необходимости пересказывать эти обзоры благодарю вас за внимание желаю вам всяческих успехов и до новых встреч